Американский станок для заточки ножей. Всем мира, добра и любви! Сегодня ко мне пришла посылка, и это посылка с сайта Amazon. И это у нас американская точилка для заточки ножей. Я, как видите, уже открыл посылку и даже пытался собрать точилку. Но видео получилось таким долгим. Конструкция очень простая этой точилки, но почему-то я запутался. И решил лучше перезаписать это видео, чтобы вам было интереснее смотреть. Коробка, как вы понимаете, это же Америка. Все очень хорошо упакована, плотная, хорошая. Пришла у меня точилка в целости и сохранности. И вот он, этот станок для заточки ножей. Ссылку на эту точилку я оставлю в описании под видео. Сейчас мы ее соберем, просмотрим ее технические и физические параметры. То есть, посмотрим, что она может, какой функционал, минимальный и максимальный угол заточки, соответствия угла заточки на обе стороны, поскольку здесь есть поворотный механизм. И попробуем сразу же заточить нож с помощью этой точилки. Достаем точилку для начала из коробки. И сразу же хочу сказать, что все было так аккуратно упаковано. Каждый элемент был, практически каждый элемент был в кулечке вакуумном. То есть, запечатано все было отлично просто. Но я все, как видите, уже раскрыл. Ничего страшного, все в целости и сохранности. Поскольку точилка американская, здесь инструкция такая, как должна быть. Инструкция, в принципе, все расписано, как ее собирать. Поэтому я, когда собирал без инструкции, к сожалению, я не смог собрать. Пришлось смотреть инструкцию. И, поскольку здесь собирается все просто, но бывает такое, что не получается что-то. В моем комплекте есть вот такой ремень. Это у нас кожа для полировки, для финишной доводки. Можно использовать даже вместо мусата для доводки ножа. В принципе, я кожей всегда пользуюсь. Но это такая кожа, которой куда-то надо прицепить. То есть, это не на бруске кожи. Но, спасибо. Думаю, что буду пользоваться и такой. В любом случае, она пригодится. И дальше у нас точилка. Ну, упаковка отличная. В принципе, все в пенопласте. И достаем все элементы этой точилки. Все здесь, казалось бы, максимально просто. Ничего лишнего. Кстати, вот что мне очень понравилось, это уже забегая наперед, хочу сказать, так это вот эта платформа. Она, во-первых, тяжелая достаточно, что, мне кажется, очень положительно сыграет на устойчивость точилки. А, во-вторых, здесь очень хорошие ножки. То есть, они не только с такой плотной резиной, которая не дает вот таких люфтов, а они еще и очень цепкие. У меня сейчас вот здесь фон, он из пластика, и он очень скользкий. Но эта точилка цепляется. И мой комплект состоит из четырех брусков. Я где-то написал. Сейчас, одну секунду. Желтый, это у нас 400 грит. Оранжевый, это у нас 800 грит. Потом черный, он идет 1400 грит. И зеленый, это самый мелкий, 1750 грит. По гритности камней. Камни здесь алмазные, сразу же хочу сказать. Эта точилка очень не напоминает мою первую точилку. Это была точилка лански. Вот такие камни. Мы сейчас будем затачивать нож, поэтому будем все использовать, в принципе. Достаем. И еще один элемент точилки. Это у нас стойка. Но здесь есть, конечно же, ряд преимуществ перед моей первой точилкой. Перед точилкой лански. И сейчас мы их будем рассматривать. Что надо сначала сделать? Сначала надо достать запасные запчасти, тут есть, кулечки. И прикрутить вот эту стойку к платформе. Прикручивается она с помощью вот такого винта. И прижимается с помощью шестигранника. Я, в принципе, руками потом дожимаю шестигранником, если получится, не получается уже. И надевается вот еще одна дополнительная четвертая ножка вот так, прям на шестигранник. Вот. Люфтов никаких нет. Точилка стоит уверенно и устойчиво. То есть, проблем нет с этим. Дальше. Дальше у нас стойка. Стойка у нас двигается. И, наверное, все же правильно ее зажимать вот так. То есть, вот этой разметкой от себя. Почему? Поскольку так будет, мне кажется, прижимать лучше винт. Вот этот. Эту стойку. Ну, в принципе, было бы практично, чтобы мы видели вот, наверное, эту разметку. Но это надо только, когда выставляем углы заточки. И то я не знаю, что здесь указано. Здесь указано, наверное, в градусах. Но расстояние от шарнира до лезвия ножа будет разное. Поэтому, я не знаю, оно не будет, наверное, соответствовать. Но мы это проверим. И вот с такой интересный здесь, это и поворотный механизм, и губки одновременно. То есть, вот так мы устанавливаем нож, точим одну сторону, просто переворачиваем на другую сторону и точим другую сторону. Продумано все гениально просто. Но рабочий ли это вариант, мы, конечно же, проверим. То есть, соответствие углов заточки и насколько это комфортно. Затачивать вот таким поворотным механизмом. Но то, что это продумано, очень просто. И если оно все, как бы, очень точно, то я думаю, что будет хорошо. Что еще? А еще у нас есть штанга, есть ограничитель. Он один, поскольку здесь, наверное, будет предел от касания до шарнира. И вот в этот брусок, так какой там желтый, если не ошибаюсь, самый крупный, это 400 грит. Он просто вот так защелкивается. Все, точилка готова к использованию. Этот мы потом попробуем в конце уже заточки. Я имею в виду ремень кожаный. Инструкцию мы убираем. Все лишнее убираем. Ну, кстати, вот здесь я видел, конечно же, это не очень хорошо продумано, как мне кажется. Но этот шестигранник, он служит как бы предохранителем для того, чтобы зафиксировать вот этот поворотный механизм. Я думаю, что вот я в дальнейшем продумаю что-то интереснее, чем шестигранник. Но пока вот на сайте продавца я увидел вот такой вариант использования шестигранника, то есть фиксатор шарнира, вернее, поворотного механизма в точилке. Так, теперь предлагаю посмотреть на параметры точилки и проверить углы заточки. Давайте это сделаем. Так, предлагаю проверить вес. Это, как мне кажется, очень интересно, поскольку, ну, в принципе, здесь больше всего веса будет в платформе, но все же проверим полностью вот так. Полтора килограмма. Один килограмм пятьсот восемьдесят шесть грамм показывает мои веса. Так, а теперь давайте посмотрим на габариты. Платформа 18 сантиметров. Вот так. Если полностью, вот давайте вот этой точке. Одиннадцать сантиметров. Вот губки. Семь с половиной сантиметра. Так. Брусок у нас десять и два. А вот длина штанги шестнадцать сантиметров. И высота от платформы к губкам семь сантиметров. Что касается вот этой стойки, она выдвижная, то есть я смогу и выше, и ниже. Ну, вот давайте предел вот такой примерно. Это максимум, если от стола где-то двадцать сантиметров, если вот от платформы восемнадцать сантиметров. В принципе, по параметрам. Да, еще диаметр штанги. Четыре, наверное, или пять. Вот четыре и семь показывает. Четыре и шесть. Штангенциркуль. Все параметры показал. Вроде бы да. Ну, а теперь будем проверять углы заточки. Для этого я возьму сейчас нож. Ну, и как всегда, мы будем проверять на самом широком. Ноже на кухне есть и шире, но этот самый широкий с моего комплекта кухонных ножей, который у меня постоянно на кухне. А этот самый узкий. То есть, разница будет в углах, поскольку здесь будет меньше угол заточки, предельный, а здесь будет немного больше. Из-за отдаленности режущей кромки от губок. Для этого мы убираем. Так, убираем шестигранник. Можно, в принципе, это делать вручную. То есть, не надо вот сюда устанавливать. Но можно установить, мне кажется, так будет проще. Дальше берем шестигранник, который есть. Здесь, кстати, еще один параметр, я думаю, он важен. Это вот этот параметр, это 40. Вот, примерно 40 миллиметров. И хочу еще вам показать, что здесь внутри есть накладки. Я не знаю, это кожа или что-то другое, но есть, чтобы не поцарапать нож, и чтобы нож не скользил в этих губках. Что касается максимальной толщины ножа, который можно зажать вот в эти пластины. Давайте проверим это. Ну, он здесь огромный. Здесь уже, не знаю, можно или нет дальше задвигать. Но уже больше одного сантиметра, поэтому здесь запредельные возможности. А теперь, я видел, кстати, к этим точилкам дорабатывают разные приспособления для заточки разного инструмента и так далее. Поскольку эта точилка максимально простая и поддается такой, как бы, доработке. Предлагаю сразу же зажимать примерно от 5 миллиметров, то есть, не меньше 5 миллиметров, устанавливая нож в точилку, чтобы предотвратить возможные вот такие качели. И прижимаем. А я сначала хочу попробовать вот так прижать. Но мне кажется, что вот то, что там внутри, может сыграть, как бы, плохую роль и будет вот эта качеля. Ну, посмотрим. Возможно, там все продумано. Но бывает такое. Нет, все продумано, ребята. Вообще нет качели. Я думал, просто бывает такое, что китайцы, например, установят туда какую-то там такую, как бы, пружинку. Я не знаю, как ее назвать, поролончик какой-то. И он играет. То есть, надо все срезать и клеить какую-то тонкую кожу, чтобы не было этого. А здесь нет, здесь все хорошо. Так, прижал я хорошо. Кстати, эта точилка вот так, она может вращаться. Если вы не прижмете вот там этот винт, можно вращать во время заточки. Но я этого не рекомендую. Лучше сразу с платформой вращать, чтобы не смещать центры тяжести и не наделать качель. Вот таких на точилке. Так, кстати, а можно этой точилкой заточить такой нож? Да, можно, в принципе. Я просто подумал, что, возможно, не хватит длины. И, кстати, длины хватит еще и с запасом, поскольку это был очень огромный угол заточки. И, как видите, я только отпустил и сразу же упал шток вниз. Это значит, что здесь нет точной настройки. Конечно же, все можно сделать, но вот так от производителя ее нет. А теперь смотрим, происходит ли касание вот в таком положении. Нет, ребята, я уже вижу, что вообще не происходит касание. И это, я так понимаю, минимум я уже ниже не опущу. Я могу опустить ниже вот так. То есть, здесь оно еще можно вот так подкрутить и будет ниже. Вот так, кстати. А теперь все равно еще около двух миллиметров. То есть, это будет у нас хороший минимальный угол, не запредельный даже вот так. И давайте проверим, какой же он этот угол заточки. Так, я, наверное, буду измерять угол заточки от этой поверхности. Так, а будете ли вы что-то видеть в таком случае? Давайте попробуем изменить немного. Вот так, ракурс. И так я уже вижу, значит, вы видите. Так, вот так. Устанавливаем и делаем обнуление. И немного, чтобы проверить, на нож установлю. Вот, здесь есть спуск. Ну, в принципе, да. Так оно и будет. Примерно. И уже хочу вам показать то, что мне не нравится. Видите? Оно, в принципе, может им не мешать во время заточки, поскольку мы постоянно давим вниз. А вниз нет вот таких как бы качель. По всей длине режущей кромки, вернее лезвия, я нажимаю, и нет вот такого. Но хотелось бы, чтобы оно как бы там как-то фиксировалось. Здесь, возможно, не знаю, какой-то там, да даже какой-то дополнительный винтик, чтобы зафиксировать, и чтобы оно там намертво, и вот такого не было. Было бы, мне кажется, просто продуманнее. Я могу, конечно же, и сам просверлить здесь отверстие, крутить какой-то барашек, и с помощью барашка это все сделать, фиксировать. Но хотелось бы, чтобы это было от производителя. Так, ну а теперь проверяем. Я так понимаю, сюда надо устанавливать угломер, и это обалденный 6,5 градусов, пускай даже 7, это будет 14 градусов угол заточки ножа этого, по 7 градусов на сторону. Здесь меньше, вы видите, меньше показателей, я просто добавляю, но фактически здесь можно сделать 13 градусов на сторону, 13 градусов общий угол заточки, по 6,5 градусов на сторону. Да, минимальный угол здесь, так же, как и точилок таких, как Ruixin Pro, очень-очень хороший. Ниже уже, наверное, и не получится для точилки. Но дело в том, что для этой точилки можно сделать и ниже, но просто оно уже ниже не опускается. То есть я могу там обрезать, и получится еще ниже, поскольку здесь все позволяет. Здесь такая конструкция, что здесь можно буквально спуск точить ножи, большинство ножей. Ну, конечно же, не такие, не те, где спуск от обуха идет. А если у вас ножи со сканди спусками, можно точить ножи в спуск с помощью такой точилки. Ну, а теперь давайте проверим максимальный угол заточки. Так, где здесь максимум? Вот, не отходит болтаться. Вот это максимум, наверное. И максимальный угол заточки для этой точилки 50 градусов, 25 градусов на сторону. 50 градусов общий угол заточки. Вот такие параметры. Ну, а теперь самое интересное. Соответствие углов заточки на обе стороны. Давайте сделаем любой угол. Вот, пускай даже вот такой. Установим угломер. Запоминаем. 17,83. Запоминаем. 17,83. А теперь делаем поворот. Так, где оно? Неплохо. Неплохо, как для такой точилки, у которой есть вот это. Но это, как видите, не точно. Не могу понять, оно ровное или здесь есть бугорок. Так, давайте еще раз. Вот так. Все по центру. 17,13. А знаете, какую я ошибку сейчас сделал? Вот только что опять сделал. Я сместил с места платформу. А этого делать нельзя. Поскольку стол может быть неровным. И это будет влиять на показания. Все равно так. Но давайте еще попробуем. Так. Я вижу, что у меня вот здесь вот сейчас нет качели. А тогда были качели... Нет, есть качели. Почему они есть? Раньше же не было. Так, давайте еще вот так попробуем. Так, а так будете видеть. Так, давайте, чтобы вам было видно. Вот так сделаем. 17,50. 51. Ну вот. При такой установке ножа есть смещение, которое вы видите сейчас у себя на экранах. Но давайте попробуем проверить другой метод крепления. Чтобы избавиться от возможности, что я неправильно, например, прижал нож. Возможно, надо больше его установить вот в эти губки. Почему я не могу дальше установить? Там что, есть предел какой-то? Слушайте, ребята, я неправильно установил. Здесь есть даже место под нож. А дальше это, наверное... Давайте посмотрим. Наверное, там есть фазики под нож. Или это просто углубление, которое образовалось с вот этой, как бы, подставки. Или, вернее, вот этой кожи. До того, что я... Давайте попробуем еще раз. Возможно, я и ошибаюсь. Ну вот, давайте попробуем еще раз. Просто побольше нож я установлю вот в эту точилку. Там, например, вот так. Да, вот так. Сколько этот нож, я бы так и устанавливал, если бы затачивал. А угла минимального здесь предостаточно. Вот то, что я говорил. Я могу двигать по сторонам нож, если не прижать вот тот винт. Так, вроде бы хорошо. Теперь проверяем опять. Так, видно вам. Давайте далее. 18,18. И опять сдвинул с места, но я думаю, что все сейчас будет ясно. Ну вот, есть. Разница в 6 десяток, получается. Да, 6 десяток. Примерно, 6 десяток. Могу ли я что-то делать неправильно? Ну, подскажите мне, что я, возможно, что-то сделал неправильно. Но мне кажется, что я делаю все правильно. И при этом получаю вот, как бы, такое смещение. Много это или мало для такой точилки? Не знаю, решать вам. Напишите мне, много или мало. То есть, достаточно вот такого, как бы, несоответствия угла заточки. Просто я смотрел профессиональная точилка. Человек там, не буду называть производителя. Очень известный производитель. Он делал обзор, и у него было 4 десятки. То есть, 4 десятки для точилки, которая стоила там около 700 долларов вроде бы. Ну, там просто будет разная цена для разных стран, поскольку в зависимости от того, где изготовляется вот эта точилка, я не хочу называть производителя. Так, 4 десятки он назвал, что... Нет, он не 4 десятки, он что-то там подкручивал, подправлял, и получилось у него 3 десятки. Он сказал, вот, 3 десятки это в пределах нормы. Здесь 6 десяток получается. Но я, поскольку здесь очень простая конструкция, могу все это исправить. То есть, я что-то подложил, вот сюда наклеил дополнительно скотч на одну из сторон, и все исправил. Я потом вам покажу, если будет интересно. То есть, это все можно исправить до нуля. Вот, для такой точилки, с таким простым, как бы, поворотным механизмом. Так, сейчас мы попробуем еще вот проверить для такого ножа, ультрамаленького, минимальный угол заточки. Вот, что мне нравится вот в таких точилках, что здесь можно буквально за край прижимать нож, поскольку здесь губки, ну, вот они просто... У них нет пружинного эффекта, то есть, они никак не изгибаются, они прижимают. Вот так, как вы установили нож, так они намертво его и зажимают. У меня просто есть такие губки, но китайские, китайского производства. Я покупал отдельно. Вот. Ну, а теперь давайте посмотрим, какой же минимальный угол заточки будет для вот такого маленького ножа. А вот здесь уже, ребята, надо поднимать, поскольку уже происходит касание. Так. Даже еще немного больше. Давайте вот так, чтобы с запасом было. И проверяем, какой же здесь будет минимальный угол заточки для такого ножа. Это, конечно, не ультраточное измерение, но и эта точилка не для ультраточной заточки. Это точилка для домашней заточки, домашних ножей. А я понимаю, что здесь не будет там такого стопроцентного соответствия. Но есть 25 градусов даже для такого ножа. То есть, по 12,5 градуса на сторону. Это очень хороший результат. В принципе, соответствие я вам показал. То есть, разница в углах заточки на обе стороны. Я показал вам минимальный-максимальный угол для широкого ножа, для узкого ножа. Ну, а теперь осталось, наверное, только заточить с помощью... А давайте заточим вот этот нож. Он тупой сейчас у меня. Вот этот нож мы и будем точить на этой точилке. Вот сейчас мы его и заточим. Давайте я просто достану, покажу вам. Продемонстрирую вам его остроту. Возьму только лист бумаги. Он вообще очень тупой. Вот. Он не будет даже резать. Вот. Он не хочет резать вообще. Поэтому это будет хороший вариант для заточки с помощью этой точилки. Мы будем затачивать сейчас этот нож. И посмотрим, на что она способна. До какого состояния я смогу заточить этот нож. И какие будут нюансы. Сразу же вам скажу, какие будут нюансы заточки. А знаете, давайте сделаем другое видео. Я смотрю, что это очень уже долго записываю. Это будет просто обзор данной точилки с ее возможностями. А в следующем видео я сделаю эту заточку сейчас. Просто мне даже хочется сделать эту заточку сейчас. Но сделаю я это просто в следующем видео, чтобы не монтировать долго вот это видео. Поскольку оно и так уже очень долгое. А пока, в принципе, вот такая ультра компактная точилка. Маленькая точилка, которая не занимает много места. В принципе, имеет место быть. Но надо сделать заточку, чтобы больше было впечатлений у этой точилки. И сделать какой-то вывод. А сейчас я жду выводы от вас. Что вы думаете о этой точилке на основе той информации, которую вы сейчас получили о данной точилке. Стоит точилка своих денег или нет? Интересный вариант или нет? Это у нас американская точилка с сайта Amazon. На этом, вернее, обзор все. Дожидайтесь заточки ножа. И потом я уже сделаю вывод о этой точилке. Свой окончательный вывод. И расскажу вам, что я думаю. Какие есть недостатки. Какие есть преимущества в этой точилке перед другими точилками. И увидим результат заточки. Всем спасибо за просмотр данного обзора. Хорошего настроения. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok